ВАЗовские инженеры отправили на испытания электрический Ларгус. Пока готов единственный прототип, фактически это ходовой макет. Но технические решения зафиксированы, а потому автогигант даже раскрыл некоторую часть характеристик. Снаружи экспериментальный электроуниверсал ничем не отличается от бензиновых, хотя прежние рендеры анонсировали заглушку вместо решётки радиатора. В салоне появились виртуальная панель приборов и шайба выбора режимов движения. Лишившись двигателя внутреннего сгорания, универсал получил электромотор отдачей 150 сил, что вращает передние колёса. То есть перед нами самая мощная версия модели. Ведь бензиновые исполнения выдают 90 и 106 сил. И хотя весить батарейная машина будет ощутимо больше обычной, уже объявлено, что для размена сотни километров в час этому Ларгусу требуется меньше 10 секунд. Для сравнения, 16-клапанная бензиновая модификация выполняет спурт примерно за 13-14 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 145 километров в час. Это даже избыточно, учитывая явно городской характер модели. Для пущей экономии заряда вполне можно было ограничиться трассовыми 110-ю. Пробег на одной зарядке должен составить около 400 километров по устаревшему циклу NEDC. Причём уточняется, что заявленный показатель достижим только если на борту находится водитель и 100 килограммов груза. Грузоподъёмность машины составляет 430 килограммов, хотя бензиновые Ларгусы возят около полутонны. Поскольку кузов остался стандартным, объём багажника стался неизменным. У пятиместной версии это 560 литров. Кстати о кузове. Инженерам пришлось разделить литиево-ионную тяговую батарею ёмкостью 60 киловатт-часов на отдельные модули. Один упрятан под задним диваном на месте бензобака, а второй под капотом. Разработчики смело называют аккумуляторный Ларгус самым локализованным российским электромобилем. По плану доля комплектующих от российских поставщиков составит минимум половину, или 3600 баллов Минпромторга. Как нетрудно догадаться, импортными будут электрический мотор и тяговая батарея. Но опять же, со временем важнейшие комплектующие наверняка будут локализованы. Как минимум, аккумуляторные ячейки наверняка захочет поставлять Ренера. Впрочем, и в нынешней конфигурации готовить батарейный универсал будут долго. Даже опытное производство на заводе Лада Ижевск запланировано только на конец следующего года. Продолжение следует...